Всем вкусно, ребят, с вами Леоми. Добро пожаловать обратно в Pyre. В прошлый раз мы с вами встретились с большой бердрудой, она перестроила нам фургон, и мы, собственно, на нём отправились в плавание. Провели обряд против огненных на остр... на... не на острове, а на остове. Да-да-да-да, то я там потом написал, собственно, в закрепе, что на самом деле это остов, а не остров. И, в общем-то, как-то отправились дальше и заручились поддержкой сэра Гиллмана. В общем-то, как-то так. Так, не забывайте, ребят, поддерживать выход видосов лайком, если вам нравится с прохождением Pyre, мне будет очень приятно. Но мы с вами, ребят, пока что начинаем вообще-то гнездо Триесты. На нём мы остановились. Посмотрим, мы там были недалеко как раз-таки от следующего обряда, вроде как, уже там подготовка у нас была практически. Здесь какие-то гарпии обитают и так далее. Можно вспомнить, что было в магазине. Ух, как у меня здесь могут всё... А, да, я решил это потом со всем этим разобраться. Точно, перед подготовкой к бою. Можно что-нибудь себе прокачать. Я вот эту штуку хотел себе взять, но, блин, она капецкая, дорогая. Так и не решился я. Трик подвижности. Три останется. Ого, нифига себе. Вот это, конечно, много левелов дается и сразу плюс пять подвижности будет. Блин, надо реально подумать, конечно, какие мне жматьё. Да пошёл ты в жопу! Я у тебя уже что-то покупал, вообще-то. Не знаю, кем мы сегодня будем. У... У Джоди опять у меня надежда в минусе, да. Душевная опустошённость минус пять. Четырнадцать секунд, меланхоличный уровень. Но, блин, мне бы хотелось её в бой взять. Ну, посмотрим, в общем-то. Вроде мы сможем ведь прокачать себе амулеты. Талисманы, когда будем готовиться к обряду. Так что будет видно. Ну, давайте начать обряд, в общем-то. В этом месте. Вместе с вашими спутниками вы выходите к гнезду Триесты, ожидая скорого начала испытания. Ваших соперников здесь пока нет, но тут вы слышите свист над головой. Да, 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 если просто у нас соперники были в водной локации, они вышли из воды. Здесь у нас гарпии, хотя, казалось бы, такое место славы и так далее. Ну, короче говоря, я так понимаю, что противники будут воздушными. До сих пор я пока не понимаю, как это работает, потому что противники у нас подходят в здешние, скажем так, как фауни чаще всего. Хотя, по сути, они должны так же путешественникам быть, как и мы. Женщина с крыльями. Так вот вы теперь какие иначе крылое. Нелепый сброд. Даже не одетая как следует. Похоже, книжники не особо гордятся своими традициями. Какая высокомерная тетка. Придержи язык птаха. Мы не болтать сюда пришли. Вот это красиво заткнуло. Нет, вы пришли от имени Содружества. Запомни мои слова, рогатая дрянь. Когда мы освободимся, твой дом будет сожжен. А не прямо... Ну да, они же против Содружества. С этими словами Гарпия взымает ввысь. И Джедриэль провожает ее злобным взглядом. Это крылатые воины с гористых окраин Содружества, внушающие страх всем местным жителям. С гористых окраин, точнее. Они слетают в свои гнезда в горах, в ожидании дня, когда небеса потемнеют от их полчищ, и они вернут себе свои земли. Жуткие Гарпии, конечно. У меня Гарпии ассоциируются, честно говоря, в первую очередь с героями меча и магии, и я оттуда их помню. Больше всего, по крайней мере, остаться таких, скажем. Только теперь вы замечаете, что рядом с вами приземлилась еще одна Гарпия. Женщина, скажем, другая. Они такие, знаете, своим стилем, чем-то мне почему-то Суккубик напоминают таких. Соблазнительных искусительниц, во. Она не шутила, уверяю тебя. Я могу помочь с ней разобраться. Это в наших общих интересах. Так, вот это любопытно. Да что ты можешь знать о моих интересах. Давай-ка попробуем еще раз. Привет, меня зовут Памита Тейн. Это крылатая Гарпия из остатков в вышних крылах, которая теперь прозябает изгнание. А, она то есть против других Гарпий. Но она такая прям, знаете, она как ассасин какой-то, словно. Вот сразу, как это объяснить, а? Вот ты смотришь на персонажа, что сразу есть какие-то у тебя ассоциации, кем он будет, возможно, являться, какое он ощущение вызывает. А та Гарпиянка, моя кровная сестра. Но не судьи ее строго. Мы с тобой только что встретились. Но должна признаться, там мне ее... Ты мне ее чем-то напоминаешь. Как ты смеешь намекать, что мне не может быть... Что у меня может быть что-то общее с твоим племенем. В этот момент появляется Хэдвин. Он что-то шепчет Джедриэль. Нет, Хэдвин. Должно быть, ты шутишь. Джоди, я прошу тебе довериться мне в этот раз. Я прервала какой-то незавершенный спор? Кстати, а как вы перебрались через море? Не похоже, чтобы вы прилетели сюда. Мне тяжело довериться кому бы то ни было, Хэдвин. Но ты привел нас сюда, и я последовал за тобой. Так что... Делай, что должен. Сандал должен будет... Серьезно объясниться со мной. Судя по всему, Хэдвин сказал, что типа Сандал как-то... Может быть, говорил про вот эту Гарпию как раз-таки, или что-то такое еще. Раз как-то его сюда приплели. Джедриэль стремительно уходит, а Хэдвин поворачивается к вам. Что скажешь на этот раз, друг мой? Наш информатор хочет, чтобы мы нашли хозяина для каждой маски. Я не ожидал, что мы встретим Гарпию, но это случилось. Ты чувствуешь что-то насчет нее? Опаньки, нам предлагают Гарпию в команду. У меня была такая мысль на секундочку. Он думает, так внезапно? Вы поворачиваете к Памите, и видите, что она смотрит на вас с интересом. Ах, да ты чтец. Приятно познакомиться, дорогуша. Ну что же, я перед тобой. Пронзи меня пристальным взглядом и расскажи своему товарищу всю правду обо мне. Ну, как я узнал? Как тебе сказать? Внезапное начало у нас такой в сегодняшней серии. Вы чувствуете, что ее мучает внутренний конфликт, но подробности вам недоступны. Кроме того, вы ощущаете, что ее мотивы в данную минуту искренние. Возможно, что мотивы ее искренние, но все равно у нее есть, знаете, то, что она недоговаривает, как будто бы. Эдона хочет знать ваше первое впечатление от Памиты. Кажется, ей можно доверять, высказывать сомнения, признаться, что вы не знаете. Возможно, тренировки помогают ей противостоять вашему пристальному изучению. Вы ее только что встретили, не можете определить, можно ли ей доверять, поэтому поступаете по совету Хедвина. Вы верите в Памите и видите в ней потенциально ценного союзника. Мне кажется, ну типа, я бы хотел все-таки себе в команду Гарпи добавить, но почему бы нет, да? Ну мне кажется, она, вроде она говорит искренне это, да? Но что-то она не договаривает. Но из этого вот, ну высказать сомнений-то будет не то. Давайте, ладно, доверимся ей. Хотя, может быть, последний вариант тоже был бы хорошим. Вы говорите Хедвину, что вам стоит попытаться попытать счастье с Памитой. Эм, в каком смысле? И поверить ее словам. Я так и думал. Надеюсь, что и Джадриэля образумится. Он поворачивается к мне в Памите. Меня зовут Хедвин. Мы принимаем твое предложение, но у нас есть два условия, и я хочу, чтобы ты их выслушал. Условия? Что ж, конечно, кто не любит условия до ограничения? Во-первых, после сегодняшнего обряда ты отправишься с нами и проследишь за тем, чтобы твоя кровная сестра и ее подруги не помешали нам покинуть эти края. Прикольно, спасибо. Во-вторых, тебе придется найти способ поладить с Джадриэль. Вы с ней только что познакомились. Великолепно. Я и так не собиралась здесь оставаться. А что до вашего демона, я не сомневаюсь, что мы с ней подружимся. Так, а у вас найдется оденьяне... Так, а у вас найдется оденьяне для меня? А то, кажется, обряд начинается. Вы смотрите в небо и понимаете, что она права. Памита Тейн присоединяется к вам. Она жаждет свести старые счеты. Ага, ну то есть вроде какая-нибудь кровная... Кровная вражда получается такая, словно. Вроде сестры, а против. Знаете, ощущение вызывает какой-то типа старшая и младшая сестра. Одна наследница, другая нет. Ну что-нибудь такое у меня сразу вспоминается. Но не говорю, что это здесь, что-то имеет место быть. Но у нее, собственно, какие-то счеты есть с ней. Почему она пытается нам... хочет нам помочь. Сейчас чувствую, что другая сестра удивится, увидев ее в отряде и возмутиться немного этому, возможно. Так, и вопрос тогда, кого мы уберем? Джоди у нас задезмораленная. Я хотел потестировать Гиллмана. Чтец, я был уверен, что к этому моменту звезды перестанут покровительствовать тебе. Но почему-то ты здесь, в гнезде Триеста. И ряды вашей триады пополнились, да не одним, а двумя соратниками. Да-да-да-да-да, я не знаю, как я сейчас с ними справлюсь. Один из огненных, не меньше. А другой ищет благосклонности соперников, с которыми вы сейчас встретитесь. Их имя первородные. Крылатый ужас, в чем вы увидитесь вскоре. Они будут летать, я это сразу понял, да, как Тиза, наверное. Настолько ли сильна твоя жажда свободы, как сильна их ненависть к процветающим в предстающей стране, которая когда-то была твоим домом? Вы видите, что помита, закутанная в деянии ночекрылых, направляется к вашим соперникам. Нифига, как она переоделась. Ты. Что же это за гарпия, если осмеливаешься поднять крыло на нас? Ваша новая спутница снимает маску. Здравствуй, помита. Ну вот это выглядит злобной, а вот это именно такой, знаете, все-таки она более юный, более хитрый такой. Окровная сестра помита в немом изумлении и смотрит на нее некоторое время. Во имя святой, что ты делаешь здесь с ними? Святая Триеста Тизис. Так, сверящийся, вот этот голос говорил, как будто бы мы, если бы не дошли сюда, если бы мы проиграли бы в каком-то обряде, мы бы не попали сюда. То есть у нас цепочка обрядов прервалась бы или что? Не знаю, пока что неизвестно. Это пятая из восьмерых книжников авторов книги обрядов. Известно как рачительная или благословенная. Или благословенная. Благословенная, наверное. Старшая из матриархов Гарпий осветила книгу обрядов и придала ее словам силу. То есть у нас реально вот эти восемь книжников, они прямо из разных рас. У каждого народа, скажем так, свой покровитель, можно сказать, условно говоря. Без сомнения ты вновь решила вонзить когти мне в спину. Нет, сестра, я пришла поговорить с тобой. Забудь об этом. Я ничего не могу сделать, чтобы прервать наше кровное родство. Но я никогда не буду считать себя своей сестрой. Ты хочешь, чтобы я поверила, что лишь за этим ты здесь? Поговорить? Напрасно тратишь время, как обычно. Что есть жизнь, как не напрасная трата времени, дорогая сестра? Дай мне шанс, прошу. Что ты теряешь? К тому же я проделала долгий путь. Ты уж злиться так на это. Что ее даже выслушать не хотят. Замолчи. Тебе не следовало приходить сюда. И время для разговоров давно прошло. Если бы ты только видела себя со стороны. Вновь плетешь заговоры с моими врагами. Реально ощущение такое, что они вот, знаете, из словно разных сословий, что ли, не знаю. И это стало... Поводом для вражды. Что же, ты почувствуешь вкус их поражения. Но предпределяю тебя, держись от меня подальше. Помита больше не пытается ничего сказать. Ее кровная сестра вновь отворачивается. Три гарпии. Помита привлекает ваше внимание. Послушай меня, дорогой чтец. Все вы плохо подготовлены к особенностям местного рельефа. Позволь мне провести этот обряд. Мои крылья принесут вам победу. Ну да, я так и думал. Сэр Гилма, прекрасная леди. Правдивы твои слова. Этот рыцарь польщен тем, что ты не съела его. Хоть это и в обычае у твоих сородичей. То есть это у нас гарпия, а это ее еда. Прикольно. Хорошая команда. Мне нравится. Сим этот 30 жертвует своим местным в триаде ради тебя. В смысле жертвует? Сэр Гилма отказывается принять участие в обычной. В обряде этой ночью. Хорошо. Это в принципе мне на руку, потому что я хотел сначала вот типа с обоими ими поиграть. Но меня, скажем так, принуждает к тому, чтобы я сейчас изучал только одного из них пока что. Чтобы помита могла встретить на поле свою сестру. Так, меня сейчас обычно интересно действием помиты или нет. Вы рассматриваете усеянные ловушками поля. Должно быть помиты лучше справиться с обрядом здесь, чем любой из вас. Джоди скорее всего нужна будет все-таки мне. Давайте начнем. Окей, что у помиты? Относительно других персонажей. У нее урон средний получается. Присутствие. Маленькая аура у нее. Подвижность. Такая типа. Скорее чуть-чуть слабее средний, я бы сказал. Восстанавливается такое какое-то. Ну не знаю, слушайте. Трудно мне сказать пока что. Я бы и подвижности бакнул, может быть. Такая у нее способность вопрос еще. Надо бы посмотреть, где тут можно. Вот здесь, по-моему. Нет, не здесь. А, кстати говоря. А, вот, наверное, биография помита. Подкат. Быстро движется вперед под защитой своей ауры и обладает иммунитетом к аурам соперников. Ого, у нее иммунитет. Это подкат, это на shift. То есть она будет, скорее всего, приносить себя в жертву, сдавать в костер легко. Полет взлетает, чтобы уклониться от соперников и препятствию держит, чтобы полет длился дольше. То есть как Утиза, я думаю. Летать, чтобы уклониться от аурсопернику держишь, чтобы проходить дольше. Да, до описания примерно такое же. Так, и выпад бросается вперед, убирая соперников с пути. А выпад это что у нас? Здесь. Это на ПКМ, это на Space, а это у нас на... А-а-а. Стоп, подкат это вместо броска. А как это так это? То есть она не сможет выбросить само по себе ауру или что? Не особо пока понятно, если честно. Так, ну ладно, я бы ей, наверное, все-таки, да. Я бы, наверное, и подвижность сдал, скорее всего. ну наверно удаление не имеет смысла так много наверное подвижность тогда так на мы выбираем ее вопрос кого я что я хочу прокачать именно к надежде не хочу я хочу наверно подвижность прокачивать да давайте так по максимуму сделаем она плюс 2 прокачаем может быть надежду нет дать надежду прокачаем и на единичку еще вот ставки не так ну собственно выбираю выбираем одним персонажем ее понито думала ты не попросишь меня дорогуша я согласна она же хотела вызваться если это птаха собирается провести обряд то я отказываюсь уходить ах ты большая окей ладно в принципе меня вынудили то есть получается что джоди не могу использовать если бы я джоди взял первый то наверное она бы сказала что не позволю птахи быть со мной здесь или как не желает засранка просто этот че вообще не пишется кого еще тогда гилмана нельзя благородный хорошая благородный желает чтобы помита провела обряд вместо него хороший благородство да тогда это будет хэдвин и руки я думаю или же тиза плите за кстати описали что может прервать его взрыв ворву рывком можно отменить это это действие надо ли мне тиза брать мне кажется что надо брать тиза и хэдвина тиза я даю шанс того что он моментально вернется а хэдвину я даю надежды побольше хотя надо ли ему так много надежды не уверен давай быстрее восстановить выносливость а у тиза у меня чё там а он двигается быстрее обычного давайте я просто думаю что тиза будет взрывать в принципе а хэтвин будет немного на защите тиза обещает сделать все что в его силах в бою против соперников их лидера просто не кажется руки мне сейчас не особо нужно когда у меня есть гарпия который тоже на атаке скорее всего будет дойти за такое на половину туда половину сюда атиза контрит в принципе всех своим взрывом должен ну да не наверное буду носить не знаю пробуем хэдвин можешь положиться на меня друг мой надо посмотреть статы врагов ну что ж сестра может когда мы покончим с этим ты уделишь мне немного времени хотя мне кажется не то же самое что мои гарпии то есть я примерно так ознакомился я больше не поддамся на твои уловки помита есть некоторая ирония в том что мы встретились нижний край не могу придумать лучшего места где бы ты могла понести 2 достойное наказание за то что сделала с нашим народом и со мной какое-то вот волнение не знаю каждый раз когда ты понимаешь что тебе нет такого права на ошибку знаете вот так во многих игры допустим бывает не знаешь чего ожидать не знаю напряжение такое есть непередаваемое помита чувствует ваше присутствие обращается к вам привет дорогой чтец здесь я в твоей власти мне бы хотелось как можно реже попадать печальное состояние удаления ага то есть она не хочет идти сдавать именно вот своим телом скажем так сдавать огонь костер давай я покажу тебе что умеет сестры из остатков вышних крылых ну давай все-таки меня обучат ей честы встал между двумя враждующими сестрами не слишком мудро даже для тебя это что могли отказаться этой помощи будь осторожен сознание компонентой весь ее рот забыл о милости святой триесты так чтобы взлететь до истощения так мы не пролетаем она движется не очень быстро но вот так начинает летать прямо от души и слушать жесть shift чтобы сделать выпад выпад памята сметает соперников с дороги нихренась ого то есть вот так отталкиваю при этом она потом можно их спокойно рваться все равно правильно а можно пролететь а потом так я не могу сделать интересно что я могу на малое количество тоже делать выпад то есть вот так даже окей подкат во время подката памятник нельзя удалить ах вот оно что то есть она хочет с подката влетать в костер и тогда она не удалится она отдаст чисто огонек наверное и все нельзя ее именно возможно удалить не знаю и смогут ли имеется здесь удаление ввиду которая от костра или то которая других персонажей видишь дорогуши гарпи не так уж и плохи а теперь пора взяться за дело всерьез были на самом деле вот с этим сориентироваться всем очень много так и перестраивать тактики а только до упрямок здесь меня другой совершенно уже 8 недооценить томит и я надеюсь что ты постараешься как следует блин я не знаю как их контрите их сдерживать мне кажется меня будут расталкивать сейчас жестко очень томита тайн мстительной тактики застатка пыжных крылок планирующая разрушиться дружества взымаемся сестры строй когтя так ну поехали тиза окей взрываем а как а что я делать буду наверно только прыжком да мы никак не можем ступить на путь славы тиза или как тебя там скажи ко мне ты летать умеешь тиза очень гордится и способностью быстро махать крыльями тогда слушай сюда моя кровная сестра пролетит прямо мимо тебя если ты задеваешься но мы гарпии не можем набрать большую высоту здесь поэтому если она задумает перехитрить тебя просто прыгай лови ее она она всегда терпеть не могла когда я так делал то есть можно ловить мне объяснили это сейчас в окей как просто не противостоять типа что блокирует летающих соперников нажмите space окей сожрали блин а почему я сдох об нее никто не остался без повреждений есть красавчик тиза попал цель у меня хорошо он отработал сейчас на их было двое всего лишь она когда с шаром она пытается выкидать я понял то есть не есть режимки кидания все-таки а в огне я в огне я помираю лол я понял суть кидай быстрее есть попал костер зараженный поражен задалека чтобы эти китащи соперников да да я понял но мне сейчас не до этого немножко а ей так взорвем есть красавчик так один и побежал почти на максимум 16 только хорошо за фриз передали ачивку бесплатно какая-то сфер не знаю красава сожгли одну сожгли вторую сожгли третью вау это было просто красиво всех разобрали я чувствовал что я за этим огоньком который за этой сферы я старался сейчас и как защиты пользоваться чисто то есть ныкаться за ней а а хрен с ним короче сдадим ее так какие ладно у меня есть возможность мне 11 остался всего лишь огня как я напрягся когда они сразу же сделали первый занос и вообще ничего сделать не смог будь ты проклята по мне так как мы сейчас их разносим ты предала рот тейнов устрашающий клан остатка пышных крылок в живых остались только помитые томита а вот оно как подумай только у тебя хватило наглости по-прежнему звать меня сестрой после всех несчастье что-то навлекла на нас не хочу тебя огорчать томита но я не думаю что мои действия как бы они не сказались на тебе хоть как-то повлияли на наше родство послушай я знаю что обидела тебя поэтому я здесь ты даже не выслушала мою версию событий то есть у них разногласия по что такое и недопонимание по что именно твою версию если бы меня интересовали ложь и обман я попросила трибунал содружества ненадолго отстрочить мой приговор так вот если ты проделала весь этот путь чтобы встретиться со мной помита ты я готова выходить только ты и я вам кажется что вы видите память накачает головой вы все отойдите 11 ага окей хорошо изи без проблем победить на миту блин как прикольно что а нет мизи я не вынес ее на счета мит лучше сестер положать обратно как обычно да хорош сожри ее есть на изи все кончено похоже здесь такая что значит крылья побеждают как мне нравится что такие они отделались от соперников без особого труда тут короче смотрите как внедряют обряд завершен дай договорить пожалуйста внедряют сюжетную такую часть знаете вот эти отношения персонажей в процесс обряда сделано здесь так что ты последний шар когда будет финальный он ты должен занести его именно этим персонажем интересность у меня было бы допустим у них 30 души оставался у меня было бы а джоди у меня в отряде не могло быть то есть я не смог бы нанести так много урона разом потому что другим персонажами а по 20 максимум нанесил бы да просто насколько рассчитанным не могло бы выпасть так чтобы типа тебя пришлось два раза заносить эту штучку ну ладно неважно особо вроде как отребили сотружества лишь с помощью этой предательницы вы смогли одолеть нас а это да это утверждение было вы отсрочили нашу встречу со свободой но вы терпеливы и наши сестры по ту сторону победят с моей помощью или без нее томита подожди прошу тебя она прям совсем упрямая капец чисто баран такой ты нашла себе подходящую компанию помита чтобы ты сгинула вместе с ними я искренне надеюсь что мы больше никогда не встретимся помита стоит неподвижный и укромная сестра уходит ты запытается сказать памяти что все возвращаются фургон разумеется почему бы и нет она вроде так знаете так но не настолько сильно расстроена такая в принципе такая как-то мудрее принимает решение у меня в ней перестроился на 8 книжников указывать нам путь на хотел решить эту проблему не решила такая ладно то есть но не так зацени зацикливается на нерешенном чем таким раньше мне казалось что книжники всего лишь легенда но они на самом деле задумали все это не так и именно выбери талант хедвина а он как раз таки он от нас хорошо держа сверху к хеден или его союзники быстрее перемещаются передают сверху а второе это на его союзники могут наверно возвращаться удали возвращать удаленных союзников перемещаясь на место их удаления чего данных самых тяжелых условиях легион главнокомандующего никогда не нарушал строй типа у меня перса удалили если я встал на его место то мне мгновенно появится обратно фига а это передача сфера я не так часто передаю сферу хотя конечно перемещение быстрее это приятно но я слушать я возьму себя священный узел эту штучку такой техном появляется больше желание сейчас в обряде без тиза кажется кое-что знает он такой доволен тиза вдохновлен своей ролью в обрядах в качестве одного из ночекрылых умничка тиза хорошая работа гнев титанов тиза может удалять соперников взрыв в гораздо большем радиусе в гораздо большем это делает его по сути именно что здесь таким вот нападая нападающим не нападающим как на атмосфера то чтобы взорвать просто всех вынести как такая же роль похоже у гилмана по моему после исполнения взрыва тиза возвращается намного быстрее обычного не давайте радиус взрыва сделаем это прям прикольно чего что у меня есть шанс на немедленное возвращение он будет сочетаться этим гораздо лучше мне кажется гарпия прокачалась немножко не хватило до 100 человек ладно я выдумал все речь так момент знаете что а если вот за опыт дает я не марсан майн за что дался опыт дается ли он за удаление соперников или нет если он дается с насколько могу ли я так фармить в теории или нет дается он за количество того сколько ты отнес в костер раз шар или за качественно все на урон пусть из-за количества то мне было бы выгоднее закидывать по единички буквально условно говоря я думаю что он такое тут продуману не особо не особо критично если что до следующего обряда так что как-то так прикольно были ну вначале конечно обряд заставил меня на самом деле заволноваться так какая-то колбочка здесь после завершения обряда возвращайтесь фургон чтобы решить куда двигаться дальше и как помочь памяти освоится в вашем отряде не волнуйтесь я надолго не задержусь мне по душе свежий воздух так что спать я могу на крыше надеюсь что обряды помогут мне вновь встретиться с томитой мы рады симпом это доверие помогло найти нам зайти далеко так далеко не так ли руки изгой остатков почти крылых извечных врагов содружества но похоже руки не слышит вопроса он ведает себя довольно тихо ведет себя довольно тихо с тех пор как впервые увидел крылатую гостью запал что ли помита чарующий улыбается ему понятно у нас на вторая парочка появляется в руки бормочет что-то о колесах фургона колесах которые нуждаются повторной проверки типа отвлечься лишь бы он убегает во время этого разговора не стреляет отзывает вас стороны чистого зерена сказать что руки он такой подходит этой гарпии но она конечно такая прямо искусительница и условно такая доминирующая не поймите мне не поймите мне неправильно но прям четко чувствует знаете к характер которым не честно говоря писать вот так даже сложно чтец прошу выйди со мной на минутку опять у меня выйти просят чематич устроить хочешь я бы хотел попросить тебя пройти определенным путем через черный клаван чтец разумеется если ты не против если звезды это это позволит прошу зрение взгляни на них определенным путем любопытно так найти направление следующее так вот она слева лу юная звезда юная звезда ярко освещает густые леса черного котлована ну давайте нажмем посмотрим на место следующее какой-то такой деревья какая словно сакура или что такое еще не знаю первая ассоциация поляна лу прямо на запад все точно как указал мой клиент если верить звездам здесь скоро начнется следующий обряд то есть министра все-таки знает наш маршрут тоже и без звезд всяких великий ученый смоляк луз клориан победил здесь титаны корни безрукого аризека как азрекеля не прочитал или как так и звезды соуса босса этот твой клиент и наш информатор сандал он отдал нам этот фургон поручил нам это здание почему чего он хочет от нас и сможешь сам его об этом спросить он ждет нас где-то посредине спящего леса к западу отсюда или с лабирин западной половине черного котлована многие смогут выбраться отсюда путь к священной горе аладиэль лежит за этими удушающими лесами и от по что именно туда он хочет мы пошли сейчас да как мы найдем его он сам найдет нас загадочно звучит похоже вскоре вы наконец встретите сандала на рассвет вы можете пройти по единственной узкой тропе ведущий на запад где он должен вас ждать любопытно долгожданная такая встреча для меня по крайней мере так а вот и гарпия мне а самогон помид и бухляшка пока или сна вещь которая с собой взяла да всегда под рукой на случай хорошего повода или очень плохого повода статус помид и неподалеку да я я вижу типа я выпил она не закончится вроде нет вроде не кончается так ну память давай поговорим что вы подходите памяти с момента присоединения к вашему отряду она держится отстраненно ну да да тоже меня сразу было так очень вы чувствуете что она не замечает вас увлеченной чисткой своих перьев но вдруг она первая заговаривает с вами кажется на все видела то есть она так чувствует и слышит все отлично хочешь узнать как у меня дела дорогой чтец она очень такая проницательная что ли с первых секунд нашей встречи меня покорил твое доверие и защита тот милый мальчик хэдин сомневался мне я благодарна тебе за способность на тринуть стереотипы не обращать внимание на мои крылья она прям очень проницательная мне нравится сколько эти колоритные персонажи сколько не сильно отличается друг от друга прям совсем и ты сразу понимаешь что он себя представляет примерно один из древнейших врагов твоего рода вот так запросто присоединяется к тому отряду от себе и дела нет но хочу тебя заверить мои мотивы весьма прозрачны вот увидишь у меня есть дело к моей кровной сестре томите ничего более вы ведь уже знакомы так просто ее не забудешь а наша незначительная размолвка это долгая история и касается на только нас с ней мы конечно еще встретимся с ней может не скоро но у нас есть весь остаток жизни чтобы этого дождаться так или иначе до этого момента я рада помочь вам в достижении вашей цели особенно если это поможет мне добиться моей баш на баш а пока сохраняй бдительность дорогуша не стоит тратить время на пустую болтовню со мной тому же у гарпии есть очень хорошая есть хорошая поговорка джетсы вводятся повсюду то есть она говорит что я не думал что что-то замышляет но она и рассуждает так понимает что мы можем и не доверять так далее здраво рассуждает помню она улетает прежде чем вы успеваете ответить интересный персонаж тоже сразу же так слету нам не писали что в запределем кристалле визит моего любимого часа по какому поводу что вы здесь испытание книжников да когда он она у меня откроется типа со временем еще для кого-то там нас что-то писалось просто что типа руки может его пройти то есть там когда мы вошли в фургон или типа того писалось это уведомление об этом поэтому она появится еще но я думал может быть что-то я для этого сделать должен просто может какой-то условий там в бою или еще что-то такое в обряде она ничего не хочет говорить ну ладно тогда до свидания но что он скоро скажет что-то насчет гарпии но нет так это мы все смотрели ну давайте выйдем и отправимся наверное тогда дальше путь к свободе зовет ай красота сернистая грива но поплыли сюда потопали почапали поехали фургон заспил загорягу во время спуска под черным утесом одно из колес застряла джедрель совсем недовольна сначала это чертова птаха теперь еще и это хотя вам явно не справиться а не сравниться с джедрель в том что касается физической силы вы пытаетесь помочь ей наконец она напрягается силы вытаскивает фургон на твердую почву надеюсь сандал стоит всей этой возни спасибо джуди я думаю сандалу не понравится что если мы заставим его ждать напротив он очень терпелив а я нет прям такая ну да 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 дерзко мне кого-то напоминает такой характер на самом деле и он реально свойствами зачастую когда у тебя есть какая-то такая триада в игре из маленького среднего большого персонажа то большой вызывает часто вот именно такие эмоции вскоре фургон готов продолжить пуск по каменистым склонам направлении с не спящего леса ваши спутники разведают дорогу и советуют лучшие маршруты а мы сможем заняться делами или как нет нет не сможем так стеклянный пик по мито говорит что может найти здесь талисман земли к востоку от не спящего леса испечненные черными утесами огнебург земли на северном плато над не спящим леса покрыты бурлящими разлом миссер гюман заявляет что может откопать здесь кое-что ценное меня интересует больше талисман может быть давайте сюда пойдем да и послушаем все-таки гарпию нифига там не спящий лес неизвестная область целая куча давайте стеклянный пик отправимся надеюсь что гарпия будет немножечко лучше чем руки в прошлый раз хотя написали что-то руки меня помните в обломках кораблекрушения вот эти вот не нашел ничего мне писали что если я пошел по другому пути где куда вел тиза он бы тоже поймать ничего не смог какие-то же расстроился будет предложены помиды приводит вас к очередному утесу который выглядит примерно так же как и остальные они подрезают нам крылья как-то сбрасывают нас сюда но мы все равно можем перелететь на короткое расстояние смотри это мне мне видос по ганфайру зарендовался это напоминает как я слышал читал кого-то давно и увидел в галилео скорее всего не помню честно веришь где что что-то как-то то ли птицам каким-то домашним то ли курицам то ли еще кому-то как-то крылья с чё-то или перья скрепками скрепляют чтобы они могли улететь как-то что такое слышал как-то не уверен и что-то напомнило это резко помиды взлетает на соседнюю скалу и исчезает за ней через некоторое время она возвращается с каким-то предметом довольно это для тебя дорогой честец остатки вышли крыла прибегает приберегают их как раз для таких случаях дух феи после удаления соперника появляется лунная капля которая на секунду время которая на короткое время дает бесконечную выносливость лунная капля может появиться раз в 10 секунд поскольку феи предположительно не существует они вряд ли пострадали при создании этого талисмана он не имеет левел или как у него за левел могло бы увеличиваться время действия либо чаще появляться он например это при удалении правильно с одной стороны это прикольно для джоди чтобы она чисто всегда бесконечный рывок делал с другой стороны это противоречит тому что у нее уже прокачано потому что я и прокачал в основе невыносливость после удаления врага то есть это не особо нужно даже я честно не знаю кому это давать может быть юмана на атаку не уверен честно говоря пока что может быть зря я сюда пошел потому что сверху у меня был бы предмет который стоил бы золото а там в магазине был амулет который талисман который я хотел себе купить я не знаю пока как распоряжаться всем этим я думаю что не настолько прям критично оставив позади черный утес и вы приближаетесь к границе неизвящего леса здесь вас должен ждать ожидать сандал однако весьма странно он должен был встретить нас здесь возможно что что-то случилось ты говорил что он сам нас найдет так точно он должен был найти нас на границе леса теперь нам нужно ждать его он хотел бы чтобы нас направили звезды как раньше обряды повелевают и обряды имеют первостепенное значение наверняка он найдет нас позднее что-то помешало ему прийти сюда вовремя я думаю не просто так это если бы мы должны были его подождать то наверное министрель не вошел бы так разговор типа что с учета странно как будто бы тогда мы отправимся в путь как пройти через этот лес одинокий министрель указывает два возможных маршрута однако предупреждает что в лесу трудно ориентироваться только сандал смог бы подсказать самый короткий путь понятно теперь что это такое а почему я сюда не могу попасть никак а наверное может я сюда могу попасть а не знаю слушайте может из огнебурга серый лог или поле игл серый лог здесь растут самые большие деревья не спящего леса одинокий министрель говорит что его клиент создал когда-то жил здесь небольшой участок на восток от поля нылу министрель говорит что его клиент создал изучал здесь обряды поле игл или серый лог давайте на серый лог наверно пойдем он здесь пожил посмотрим и кажется нам будет уютнее обстановка может быть эти кто его знает здесь кита лозы везде просто сандал немного намного старше любого из вас он прям такой типа мудрый дядя будет до последние годы он стал вести себя ввести довольно уединенный образ жизни по разным причинам которые трону без сомнения поделиться поделиться с вами некий отшельник он нашел пока и успокоение здесь в этих лесах увы я вряд ли смогу отыскать его жилища сожалению вам не удается найти сандала а без его помощи вы не можете найти путь через лес лес словно окружил вас плотно и зеленой 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 стеной вы не видите дороги вперед и ни одна из дорог ведущих назад не похожа на ту по которой вы пришли охренительно понятно теперь как я попадаю сюда сожженная роща покрыл покрытая пеплом земля в неспящем лесу похоже мы по какой-то причине очень хочет сюда попасть вспоминая причины мэй что у нее все связано с книжниками не знаю даже южный проход через неспящий лес тиза хочет пойти в этом направлении под леса ну давайте ладно в этот раз я послушаю мэй допустим пойдем в эту сторону я читали без понятия мы вроде вроде как по карте выглядит так как будто все рядом я понимаю что это такое знаете своеобразном стиле исполнено немного другом скажем так схематично именно вы теряете всякое представление о том где находитесь и решаете разбить лагерь и исследовать окрестностях поисках верного пути возможно позднее у вас найдется время для занятий а гарпи нам не могла показать как здесь четко учетом и так далее запредельный кристалл вызывает джедрель о панике джедрель испытания пройдет сейчас ты призываешь меня с какой-то целью мой чтец еще как спросить что она думает такие 20 человеком позволь задать себе вопрос милый чтец знаешь ли ты как давно я была оснащена здесь год 10 лет сотня тысячи лет тысячи лет я думаю она говорю что и бесконечно здесь вы предполагаете что сандра оказалась в изгнании задолго до начала нынешнего века хотя может быть и меньше она никак не реагирует и вы начинаете сомневаться что она вас услышала потому что сколько давно существуют обряды эти все и как и удобно сюда могли запихать я без понятия почти верно совсем немного осталось то есть 900 чем а нет я провела в заточении 837 лет жесть по крайней мере по моим подсчетам возможно я сбил со счета хотя я учитывая мое положение у меня было достаточно времени чтобы проверить свои вычисления она ненадолго замолкает позволь мне сдать тебе один совет если решишь убить императора доведи задуманное до конца то есть она хотела возможно тоже убить императора но не доделывает и за ты сточили не уверен я не рассчитывала выжить независимо от результатов но я не ожидала этого в том числе и подобного разговора 837 лет спустя или сколько их там прошло наш мурашки пошли ну хватит об этом вернемся к нашим делам на говорить типа если хочешь быть император доведи дело до конца но того император от наш давно уже нет живых наверное можно подруга имеет виду дух времен императора саляма мэра отправившийся за ним в изгнание а она прямо чуть ну да на наш тех мир с тех пор получается и и она хотела убить его там нас история краски вы рассказывал в книжке давайте провести испытание книжника попробуем для джедриэль меня не нужно просить дважды просто выбери того кому не помешает пройти обучение у меня мы должна получить более высокий уровень в обрядах чтобы пройти испытание книжников это все руки прошел испытание то есть чисто от левела зависит то все но у меня тогда вопрос а почему хэдин не может уровень в обрядах я думал что это вот это тип у меня была мысль насчет левела но у меня типа вот это было нелогично что что меня у руки тогда ниже левел был меня были те кто прокачали на 40 же а джоди собственно можно теперь ага я могу я даже не знаю чё и дать но просто у нее вот это ударив соперника восстанавливает выносливость ей немного не сочетается тем что давайте наверно дам ей сейчас пока что подвижности добавим так погнали скорее всего он должна быть какая тренировка на защиту может быть от целой кучи мелочи наоборот вы просите сандру провести одно из особых испытаний для джедриэль это угрюмый демон да ей точно не помешало бы научиться расслабляться но здесь я и не я и не помощница к сожалению хотя все равно стоит призвать ее вскоре джедриэль является назов что это значит чтец бамс и джедриэль отправилась на обучение я не знаю и надо будет относить сейчас как-то кассив этот огонек потому что типа кокетность это тяжело будет машина защитить сколько-то раз может нет что это значит чтец где все остальные появляется сандра в образе призрака и снимает маску я думал что вы больше разговаривать чтоб типа чтес хотя бы объясню про сандру и про прочих чтобы не было таким вот как снег на голову добро пожаловать мое скромное жилище и жилище демон ты ведь умеешь выполнять приказы а то выглядит так как будто бы нам дали этот кристалл да и другие как будто они даже не знают хотя он лежит на видом месте не сдавались вопросу что это к чему изложи свои намерения дух я намерен испытать тебя видишь ты устрашающий но ты старая и неповоротлива возможно твои недостатки перевешивают достоинства хотя искренне надеюсь что вы с милым чтецом докажите мне что я ошибаюсь я стара значит очень хорошо чтец давай проверим насколько про сколько правда в ее словах я тут причем стойко по импульс 35 ну да да у меня 35 огня добавляет она еще против трех этих теток ну да я сдох вот так сбили и хорошо так снесли ну давайте сюда красава красава но как мне это нахрен доносить так отдай эту фигню не держи в руках пожалуйста сдохнешь бери блин меня снесли все-таки и они прям по максимуму зарядили но я понял суть короче надо просто их всех выносить а потом подбирать эту штучку просто не получилось сейчас вау жидрель будет труднее обучение я скажу определенно против трех гарпи не нападающего персонажа она у меня на защите просто она сейчас непривычной для меня роли получается нападение как-то чисто когда она совсем одна окей одну стесли второй тоже снесли а окей мы 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 все я не буду метать то что у меня один персонаж я по полной сдаю нет такого смысла прямо но это было сейчас их две поэтому мне было попроще немножко вам хана хребет обоим просто уничтожили их кстати смотрите какой прикол я запускаю ауру потом я делаю рыбок а потом ауру выносит врага и восстанавливает мне его носить правильно но не считает работа если честно не помню так не случится на самом деле вот эти укрепления которые по бокам сделаны для того что ограничивающие передвижение очень сильно мне на пользу а я уже снесся джедрель ни хрена себе какая дамажная все-таки тетка а у них же 70 костра было только по моему до их 60 теперь ты довольно дух я никогда не бываю довольно демон однако это показало удовлетворительный результат и прошла испытания поздравляю и тебя этого милого честца а теперь прощать интересность по не занесли мне вообще в костер голов этих память был бы лучший результат или как сандрос дисципал не знаю дисциплина это переводится или нет ну короче прошли испытание мне должны сейчас дать за это талисман и так понимаю да награда это было странно что-то у тебя такое чтец получать в награду за испытание джедрель рок салиама джедрель бросает ауру дальше и быстрее чем обычно плюс 15 процентов я редко за нее бросаю ауру что бросить ауру во время обряда удерживаете только джедрель может скользить принят второй клинок сандры задевал лицо противника как бы это ни было странно со скорость со скорбью а не с яростью я честно думаю что я продам эту штуку скорее всего я редко бросаю за нее ауру очень редко понимаю что это эксклюзивная штука но там есть талисман гораздо интереснее я предпочитаю на джоде иметь что-то другое хоть она по сути ну не знаю честно говоря насколько бросок не нужно мне нравится очень сильно просто топтать врагов ею ей она не получает кого-то такое жесткое преимущество от броска то что бросок выносит всех врагов что у мелкого что у большого зато она стоит а так сами кота не выносит всех с ней никто не может справиться редко у меня враги кстаря появляются такие вот большие а плюс 5 подвижности это дофига и дает хотя нужна ли подвижность опять же тоже вопрос остается на месте ну давайте следовать дальше пепел он был здесь он был здесь ты говоришь о сандале но как ты можешь быть так уверенна в этом наверно наверное из-за этого наверное из-за этого здесь кое-что что-то написано я не знаю что но кажется что это что-то означает мы показывать маленький кусочек коры которая она нашла среди пепла поначалу вам кажется что это просто мусор но вдруг вы замечаете что внутри что-то нацарапано мы нашли кое-что это кусок коры кайф в лесу нашел косок коры предмет можно продать на мут на рынке спасибо прочный кусок коры на нем написано приезжайте в зольный корень с ну с типа сандал окей значит этот сандал оставил нам записку похоже на то а где находится зольный корень тихая область к югу от поляны лу нюк это вниз в кей по этим землям часто путешествуют самолеки ведущие в обрядах к западу отсюда у меня все за к западу отсюда возможно мы сможем отправиться в путь ранним утром пока лес еще не пробудился лес жутковатый какой-то да я так понимаю прямо звучит разумно как такое знаете некое живое с не знаю как назвать прям леска будет весь сам по себе живой друзья давайте отдохнем завтра нас ждет важный день так с добычей ресурсов чтение или обучение спутника я бы на самом деле наверно лучше все почитал бы или же добыча ресурсов вдруг я что-то интересное найду ну давайте поищем ресурсы короче заросли вы чувствуете что здесь есть остатки небесной субстанции они сияют свежевыпавшие звездные пыль не она звездной пыль скорее всего будет богатой минералами почвы то есть здесь мы прокачаем свои талисманы здесь мы наберем золото скрыть давайте прокачаем талисманы большая горсть 6 единиц это дофига это прямо до хрена даду фей кстати говоря он не да он не качается а здесь плюс 33 процента дальше и быстрее нифига конечно как понятно что что-то очень мощно дает бонус проставить свою ауру она исчезает дольше обычно 320 процентов ни хрена себе там прокачать жестко можно давайте продолжим путешествие теперь зольный корень ну мы отправляемся краски сюда тихая область к югу от поляна луна интересно если я пошел бы под лесок мы бы нашли эту кору которая нашла мэй или нет вас есть основания предполагать что информатор сандал мог пройти этим путем ну попробуем интересно как они не ориентируются в этом лесу и не понимая что к чему вообще находят эти места как сюда попасть и так далее наконец вы добираетесь до зольного корня но информатора сандала по-прежнему не видно вы чувствуете как тают надежды ваших спутников после бесплодных поисков в окрестностях реально что-то случилось и вдруг маленький без тиза что-то замечает тиза удивленно вскрикивает он заметил что-то или кого-то опаньки вы слышите звук похоже на смех и какая-то высокая фигура появляется из-за деревьев сандал от меня что очень такая загадочная фигура на самом деле без бросается вперед и прыгает прямо на руки незнакомцу они обнимаются а без мы уже поняли что без связан вроде как с министрелем и судя по всему сандалом тоже время стали нас человек-дерево это точно сандал приветствую тебя тиза кажется ты голоден смотри что у меня есть высокий смоляк предлагает без и что-то этот момент на сами с радостью съедают угощение смоляк это древнодрево подобные существа известны своей находчивостью умом и амбициозностью может быть это не сандал вовсе лучевых союзники с дружица за десятилетие достигло того что без них не достигло за столетие одинокими стрель одобрительно кивает прошу внимание я хотел бы представить вам моего клиента нет все таки это сандал вальфреда сандала клиент одинокого министр или информатор хедвина лидер на чекрылых что значит клиент клиент если это клиент значит у министрель как бы ну а ну хотя да логично выполняет работу он просто как здесь данном случае у нас не так что как бы не так что у тот того кто работает целая куча клиентов скорее здесь клиент выбрал министрель такого как ночного рабочего скажем так мы так давно не виделись сэр вольфред действительно слишком давно тарик надеюсь новые спутники скрашивают твои будни это было просто о да сэр я думаю что вы согласитесь с тем что они достойны имени начекрылых смоляк оглядывает всех вы не можете понять о чем они пишут о чем он думает посмотрим затем он поворачивается к вам а ты должно быть чтец я верен что мы все здесь благодаря благодарны тебе за службу девочка моя но дальше мы справимся без тебя смысле конечно ты можешь продолжать путешествовать с нами а можешь пойти своей дорогой я надеюсь тебе достойно вознаградили за потраченное время спасибо за заботу о моих книгах вообще-то мне хайдин говорил что если кто-то один хасовались у нас тоже собрят причем я тут сада сама чуду баканул у меня сейчас вы раздумаете на разумность над тем что сказать вольфред намерен освободить вас от ваших обязанностей перед отрядом настоять на том чтобы остаться попрощаться со всеми охренеть не вопрос а если я попрощаюсь я реально уйду просто на этом закончится все что ли не может быть пройти весь этот путь только для того чтобы какой-то смоляк занял ваше место вот мне тот же вопрос а он занят на занят наше место хочет а так мы че будем делать тогда я думал мы встретились и пойдем дальше просто черт вы без нас делали то лидер на чекрилок вернулся вы чувствуете что больше не нужны здесь лидер то есть он прямо лидер я думал что он немного другую роль занимает какую-то как покровитель такой не лидер вам обещали свободу по категорически отказываться так просто уходить туда типа какого хрена вы решительно встречаетесь твердый сейчас твердый взгляд вольфреда и заявляет что вас связывают с отрядом невыполнимые обязательства причем взаимные невыполненные постой вольфред сэр меня зовут хэдвин я и мои спутники ответили на ваш призыв мы пришли сюда следуя знаком которые вы оставляли для нас и вот мы здесь благодаря вам но и благодаря этому чтецу перед вами не просто чтец она наш друг мой друг хэдвин просто красава очень красиво сказал и держит свое слово но он и вызывал такое ощущение я не знаю симпатизирует от персонаж мы все-таки мы не можем бросить ее мы дали друг другу обещание и наши пути к свободе теперь тесно сметаны вольфред усмехается возможно что есть мы сказали бы что мы типа такие лан до свидания может быть как он тоже бы вступился не уверен как мы кинулся он понял что хэдвин настойчив вполне и видно что он такой ладно хорошо свободу нельзя продать или выменить мальчик мой я надеюсь что ты это уже понял он вздыхает хотя не совсем он по моему удовлетворен ответом но не пойдет я думаю против похоже мы как-то не так начали я не хочу обращать нашу встречу ведь нам еще многое предстоит сразу такого с небольшого разногласия вам пристанье до понимания вам предстоит очередной обряд не так ли я пойду с вами но не стану вмешиваться хоже вы уже сравнили со своим чтецом то есть он не будет заменять наше место ну что тарик ну типа да какого хрена мы тут все вместе были ты такой пришел я я буду в команде я тут тоже так как хочу да сэр вольфред да вы собирали вольфред или вольфред я не знаю как правильно дарение здесь что имеется в имени собственно может она как-то непривычно звучать тем не застого в принципе не близко пойдем побеседуем это имя разумеется сэр вольфред или пользу какому-нибудь ударению вольфред шагает фургону который должно быть когда-то принадлежал ему вы чувствуете смешанные эмоции которые обуревают ваших ваших спутников вольфред сам дал присоединяется к вам он многое знает об обрядах приветствовать его внезапно интересного могли с ним разминуться вполне возможно что могли мне кажется есть такие развилки по истории вполне должны быть я как-то думал что эти почему он с нами изначально не был тогда черту знает пока очень много вопросов остается фургон сворачивает на прогалину и вы оказываетесь у поляны лу куда вас привели звезды вольфред одобрительно зевает но не вмешивается что там не случайно жалок наш открыта страница демон так мы даже северяток смотрел может успеем еще обряд даже сделал вполне и привет ребята знаете я похоже еще никому не рассказывал про наш новый фириал который мы тут открыли так что я вам предложу отличную скидку если вы дадите друзьям наш адресок воды здравствуйте мистер сандал он его знает то есть но сандал это бы я так понимаю что реально какой то скажем так относительно высокая шишка тебе хорошего дня рон учитывая что ночь крылых так хорошо знают известные они наверное он предложил к этому руку скажем так один раз за обряд кисти костер владельцы полностью гаснет он восстанавливается на плюс 5 общее количество снова на восстановленного этого ска складывается похожими эффектами неудачно попытка заработать на священной традиции книжников предполагалось что это продлить церемонию то есть я так понимаю что если это условная защита фаншота нет фаншота от летального урона точнее когда я проиграю мне дадут еще плюс 5 пламени улучшает уровень на плюс 2 вот это мы себе точно берем ребят саша позови я все-таки думаю что я rock саляма или же и клык джом и я наверное все-таки хочу продать ну как-то этими индивидуальный вроде как с одной стороны прикольно но все-таки я бы хотел что-то другое использовать я вряд ли буду юз надеюсь что меня за это не сидит не сидят с потрохами мы сможем их купить если что правда 160 но теперь у меня удерживая сфера владелец передвигается быстрее я могу это прокачать но 10 процентов настолько ли это много я не уверен может быть я поспешу с продажей конечно ой же я не так хотел я хотел поменять им станет а ну и кору можно продать соответственно теперь уже не нужно точно можно купить обратно за столько же ладно давайте выйдем они уходят папаша только посмотри сколько мы заработали сколько ты заработал ты нам отдал 160 монетах сейчас хороший бизнесмен так а вот и сандал сандал с такой трубкой прямо но выглядит не знаю реально знаете какой-то вызывает ощущение мозга группы что ли немного такой аркель пара что ли практически дальше это касаться так книга обрядов меня страничка открылась собственно да следующий демон за может быть остальные все-таки из не будут открываться так император мэр я с трудом узнал его когда нашел полуголодное животное с рогами торчащим из головы настоящие отражение его порочной репутации я завоевавшись столько стран испугался императора в таком так как никогда не боялся раньше то есть он стал демоном реально я собирался убить его но когда я его нашел он уже сражался свою жизнь маленький без хауп не мог оказать особой помощи в бою с сестрами арки которые в тот момент были близки к достижению своей главной цели жизни жизни я не смог так просто есть стороне мое сердце наполнилось наполнил наполнилась состраданием человеку который я так любил и которому служил я встал на его защиту то есть прямо история соли аму мэра которая такая прям не очень радостная мягко говоря ну да такая трагичная как он прямо со своего поста упал и вместо что править хотя он и так не правило не следил и так понял их приходится мы сразу свою жизнь прям уже в совсем другом облище на другом уровне так ну давайте вальфреда послушаем этого вальфред на рашки буду звать до подходите к вальфреду сандалу и никак не можете избавиться от чувства что вы находитесь в его фургоне они он вашим да не ощущение такое не очень некоторое время он молча изучает вас а затем дарик тебе найдется минутка так точно сэр вальфред что вам угодно это чтец по твоему она достойна своего звания как он меня бесит одинокий министр наклоняется вашу сторону если вам угодно знать мое мнение сэр вальфред я думаю что так разумеется я не совсем упал нам очень судить об этом но я заметил что этот чтец хорошо взаимодействует с остальными я верю что ее достижение говорят сами за себя мы добрались до черного котлована ну как бы да вот он вполне себе здраво и честно отвечает он не пытается как-то знаете убедите что такое еще министрель он не тратит соблюдает вот этот все таки такой неприязнь и которую имеет словно люди такой символ не знаю не нравится мне этот сандал вообще бесячий пока что возможно что мне так вообще складывается конечно преждевременно потому что ну у нас с ним скажем так небольшое разногласие то есть мы сюда приписать при этом он докопался именно до нас и он хотел что все нашли маски ты здесь хрена вот чтобы они делали без меня вашим инструкциям было нелегко следовать но чтец и все остальные выполнили их хорошо и прям твои суждения разумными всегда так а что думает малыш тиза хотелось бы мне знать задает понять что на самом деле он очень рад что вы здесь вы тела по какой вот видите сэр хистус понятно он продолжает рассматривать вас эти двое обычно скупы на похвалу девочка моя тем не менее я буду с тобой приготовить спасибо за вот это обращение особенно а теперь прошу прощения нам стариком стариком нужно кое-что обсудить они выходят из фургона молча однако вы замечаете что на зенокими стрель бросает взгляд на вас через плечо ну он типа он вроде как примет конечно правильное решение но все равно узнать так прямо с недоверием чувствуется это а стоп 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 я хотел к не обратиться вновь здесь чего-то а нет на ничего не думает ладно тогда не было снова говорить одну скажет насчет вот этого краски сандала начать обряд тогда мне бы гилмана потестить еще ваш обряд ваш отряд прибывает к сеченному месту под названием поляна лу и вы смотрите на звезды чтобы определить скоро ли начнется обряд у меня вот мысль такая смотрите мы были в лесу сейчас и он относится сандал он к получается из какого-то такого как раз деревьев может быть мы сейчас против деревьев утраться окруживший вас лес приносит давно забытое чувство спокойствия и безмятежности вдруг вы замечаете что одно из деревьев движется она придет ваш истор приветствует вас подчеркнуто вежливым поклоном человек дерево ой батюшки во имя корней лу склориана склориана а слухи то не врут ночи крылые вернулись ах ну где же мои манеры момент смоляк стаскивает свою маску своими тонкими пальцами человек делит так то лучше нет так не лучше г менли гнилопрут к вашим услугам возможно вы о моем не слышали подхалим уверенный в том что получив свободу он займет высокое положение в обществе прикольно музыка изменилась вообще на сказать прямо настроение передает такое не вызывает он доверия одним лишь взглядом просто мы с друзьями возможно прям такая хитрая жопа тоже опять же известно вам как безгрешные вскоре мы встретимся во время обряда а пока я просто убиваю время за светской беседой ряды использующие обряды чтобы поднять свой статус содружестве и возглавляет смоляк по имени менли гнилопрут что же я представился теперь ваша очередь с кем умею честь в этот момент перед вашим мысли мысленным взором стоит вольфред вы слышите его голос менли глина гнилопруту нельзя доверять не рассказы ему не о вас не обо мне загадочно он как-то со мной связался то есть он прям много знает и все-таки действует на то есть он такой прямо как искать информирован хорошо так подкован в этом плане и вот этот вызывал сразу чем такое что с ним реально не стоит говорить лишнего ему ну же дрель молча смотрит на него не снимая маски вы подозревает что сообщение вольфреда получили все прикольно как это грубо в самом деле ну ладно вы можете меня игнорировать но вам это с рук не сойдет так или иначе обряд вот-вот начнется и тогда то вы уже не можно не сможете не обращать на меня внимание он вызывает очень знаете такого вот противника который изначально пытается что-то выведать а потом это гнусто как использовать кажется небо начинает менять цвет поболтаем в другой раз ступайте ступайте менли еще раз кланяется и шествует в сторону про галина у нее даже имя такое знаете почему-то даже подозрение какое-то сторону а звезды начинают сиять все ярче сегодня мы все-таки два обряда успеем еще и потренировали джоди очень мощно музыка прям классная как интересная темка звезды вновь благоволят себе чтец здесь сейчас на поляне лу я должен сказать что твой отряд проделал долгий путь а вот это место но и другие например ваши соперники безгрешные тоже прошли через множество испытаний чтобы попасть сюда они должны проходить что же что ему по сути они знают что свобода подарит им особый шанс какое красивое место но она может стать вашей покажите безгрешным что ночь крыло и превосходит он начал как-то сменять свои отношения как будто бы этот голос словно пара появляется скажите мне достопочтимые ночекрылые как хорошо вы знаете телеса не стоит ничего говорить что он будет с ним пользоваться о они вполне способны задушить вас и я увы не смогу остановить их даже если захочу советовал мастерикации такое знаете как дают такой совет знаете снега угрозой я чувствую что здесь будет место возможно опасное же дель продолжает игнорировать менли что приводит его в ярость аху и нахалы видно что да я знал что сейчас выйдет из строя будет себя хорошо же приступим к делу он разоржён натягивает маску обратно не снимаю и позвольте мне заранее поблагодарить вас за содействие моему возвращению содружества в подобающем мне звание да пошел ты сейчас просрешь так у нас дерево гарпи о там вообще команда смешанная чтобы сражаться бок о бок с этой ночью так покажите ко мне это менли рядом прорастает маленький смоляк своей аурой фига он может еще делать маленького маленького персонажа как бы щит во время обрядов нажимать space что-то создает преграду которая отражает брошенный соперником аурами ауры обратно в них то есть это защитник возможно все таки реально почему от дальних атак мирца не исчезает под землей почти сразу появляясь немного дальше истекать проход под землей гарпиа собственно у него есть и просто какой-то бродяга как я так понимаю что как наш хэдвин окей ладно я сто процентов хочу не хочу джедрель взять себе сюда я не знаю на подвижность ли ее брать или нет кого еще я хочу я хочу гилмана протестить все таки у него разрез есть взрывает след от своей ауры возвращаясь к его концу прыжок прыгает достаточно высоко чтобы конец от ауры соперников искажение быстро продвигается вперед мы делаем скольжение делаем взрыв ему хорошо что может зайти из амулета возвращение нет наверно блин слушайте у меня может быть и за нужен не для того чтобы сбивать гарпиа если что с гарпиа могут быть трудности джоди и не закон 3 5 так яйцо давать с ним пока что надо подумать реально кому мне брать наверное гилман будет хорош что теперь я против этого дерева против это ну против дерева этого уж не позволит ему отражать ауру все таком будет выносить его легко мне кажется шанс на немедленное возвращение 60 процентов это дохрена просто диза будет бахать тоже контрит в принципе я на ребят беру себе тиза старт до страдали мне за 20 level талисман а возможно что-то максимум да это максимум понятно окей да я хочу себе наверное гилмана тиза а и джоди получается да или как я даже не знаю на джоди не контрит гарпию но она контрит другие зато я все-таки я хочу взять да думаю будет у меня патика не такая что в итоге дадим ему таком я так мало талисману да не такой не такой-то уж большой выбор гилману либо выносливость либо надежду надежду него в принципе высокая 7 секунд у него отката так будет 8 давайте же лунную каплю пускай будет так появляться берем джоди окей дальше берем спите за не берем гилмана попробуй справиться такой пачкой победа близка а если бы у этого рыцаря были руки чтобы ее схватить вы готовы о ночи крылые пусть ваша маска защитят вас от вреда который может быть нанесен вашим миловидным физиономиям вперед вперед покажем звездам настоящее шоу так гилмана вперед пускаем сразу же так это что папа вот он как ох нихрена у него аура большая разрешите представить вам гумбольда менли младшего он мое точное подобие а его безупречная осанка гарантирует светлое будущее династии гнилопрутов сморячок менли похоже на него не только именем но и позой и внешним видом он продолжает разговорствовать о достоинствах своего отпрыска то что может создать только одного такого но это прям неприятная особенность довольно нам слушать его тиза полностью согласен с этим планом действий и жаждет только заткнуть менли хоть ненадолго разве он не самый прекрасный расточник который вы когда-либо видели надо посмотреть статуи менли еще насколько он быстро и так далее этот мальчик всего лишь отпрыск менли если менли будет удален смолячок наверняка перестанет быть проблемой а мы не тоже ну чё перестанет действием тоже буду ли удален не знаю и вот просто имеет большое влияние на стружести имею ввиду чтец стоп не то я хотел другой сделать и фига как он ауру увеличивать себе кстати жесть да офигеть меня просто держат офигеть я ничего не могу сделать не успеваю лунный гребень держите и я готов да да жесть ваши соперники нанести первый удар окей ладно маркировка блин а все таки им не так просто играть так ускорились чем делать такое странное движение какой-то у него тихо 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 какой он неудобно если честно на удивление они прямо на опережение меня стреляют кстати так счет а нет 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 вам хана ребята болин а я так сделаю есть поймали заброшенной силой боли но это было их двое только сейчас ой что же это похоже сам лес решил посетить нашу вечеринку мне не нравится а будьте осторожны вдруг эти слетающиеся корни лозу не уважают вас тот же сильно как я ты падла нет я не хотел брать всю штуку брена как трудно и кстати говоря поймать я не могу просто знать чем прикол так ждем просто тянем время сейчас они на опережение стреляют постоянно так бахаем есть же дрель вам ребят хана на тридцатку нахрен джидерель донесла ты был сокрушительный дар по их костру очень хорошо очень мощный было все на кулдауне мне нравится тактика слушайте реально вариант такой что не пытаться пробежаться всех а вынести всех каким-то мощным тиз взрывом и чем-то когда они отверстились например на гарпию гарпи пока воздух я вижу него но все заканчивается она упадет и она помрет потом и в этот момент успеть вынести всех и это прям очень круто сработало сейчас очень крутая стратегия очень красиво тактика как-то сочетание вышло ох батюшки а лес то все ближе что же нам делать может мы просто отойдете сторонке может вы просто есть сторонку ненадолго и мы быстро с этим этим покончим ах ты засранец какой вот видно было что он жулик мне не нравится как эта фигня прыгает совершенно слушайте есть а чё он большой прямо он прям большим считаются окей понял держите лунный гребень а там и один в основе сразу же ах не докинул чуть-чуть не хватило совсем чуть-чуть есть не готова отходим полин не справился давай 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 красава так вы не эту штуку болин попался так на лунный гребень восстановил по тактике все вынесли дали бане что так смотрим на время восстановления и кидаем по полной успели куточку дали за уничтожение на целых очень 4 забросил ее слушайте капец у меня тактики перестроилась мне совершенно нравится тактика с гилманом я не понимаю как им атаковать толку я прямо в чем проблемы я просто считал что я сделал взрыв этот я достану просто до врага но против толстых против большая аура он не достает он может вынести противника только если тот наступит на его ауру то есть гилманом прямо пользоваться сложно и а вы заметили что здесь становится как-то тесновато как будто сам ногу противиться вашим присутствую здесь данные к так есть он все усложняет мне сдачу так что проклятите носиться туда-сюда с этой чертовой сферой дайте мне разобраться с вами да хорош еще сужает зону держите блин она была в неуязвимости снесли готова так а где а она у них сожгли готов чинка просто так и теперь мне остается только донести есть из-за красавчика загореть все очищающего пламени а еще надо разок а у меня тиза не будет честно ну ладно ночь крыло и вы меня окончательно достали или меня окончательно достали все эти ползучие растения чтобы провалиться как бы то ни было мне совершенно не нравится когда меня игнорируют он за каждую за каждое за каждый относ что ли дает здесь усложняет или что или зависит от нанесенного урона именно я не уверен как мне по ним попасть я могу только загородить вот так вот им проход немножко и все и мы стоим по той ситуации да не доставил все ночи крылы удалены мне жопа полная а в смысле а чё теперь они ждали меня как благородно типе хана и не дам так просто отнести я не знаю как мне с гилманом справиться здесь с ними типа вот я я не могу достать просто до них а своей атакой я могу только пригодить дорогу и все он просто застрял вот так себе дамы сдохли даже с ней но его корешок он не просто не позволяет мне где-то куда-то пройти он увеличивает их размер ауры я даже за джоди не могу снести их офигеть опять не смог но у меня вы не сейчас да а он не может обычным я вроде как можно обычно двигаться просто 4 камень шоу чисто 25 он не удалил себя ну ладно у меня сейчас будет тиза тиза тащит держите и джуди с подвижностью с этой тактикой а3 отлично заходит я могу хоть даже так по полной выкинуть за файланд солдер павший солдат какой-то на речи чем что такое начали крылые побеждают они оказались не по зубам соперникам сюда обряд завершён да слышите это было хренительно как вот этот каждый обряд нас настолько интересная тактика получилось гилмана я понял в чем трудность короче ну просто он когда у врага большая аура он хоть делает этот взрыв это взрыв своими шариками он просто не достает до до центра врага он просто я же не могу сделать так чтобы моя полоска находилась внутри ауры противника только если он на нее наступит как-то тогда он там сам уже удалиться примерно или почти то есть я могу отрезать какую-то дорогу куда и прятаться за препятствия тогда может быть от гилмана будет профит какой-то а так им удалять на самом деле намного труднее чем я думаю изначально это просто я не учел и поэтому я вообще не понял как ему атаковать долгом сейчас сложно было совсем но зато связка из того что тиза как выносится своим большим вот этим взрывом он прячется за текстуры какой-то да и пока там враг как-то протупил немного я двоих вражеских персонажей беру в область а у третьего шарик и он не может меня никак вынести просто рано или поздно вот он войдет зону в эту я просто выбираю то есть сам могу выбрать момент когда взорваться это просто жесть я вношу всю пачку и потом джоди может спокойно донести с учетом того что у нее амулет на повышенную подвижность да это прям вообще круто а у тиза если он промазал даже у него шанс вернуться и сразу же какая тактика прикольная сколько вот таких разных тактик здесь может быть реально потенциальных и сколько мы даже даже за это прохождение небольшое успели уже попробовать хорошо этот сморяк просто идиот только болтать умеет тиза воодушевлен победой над менли и безгрешными что уж ну и ну ах не беспокойтесь оночекрылые я на вас не сержусь честно но я очень 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 разочарован я-то думал возможно мы могли бы договориться рука руку моет и все такое прочее вместо этого вы решили просто плюнуть мне в лицо отлично посмотрим куда заведет вас ваше невежество пока пока ну прям злобу словно затаил себя можно получить еще больше знаний здесь 50 минал обучит еще победа в обряде обряд проведен за это дается опыт то есть не за какое-то прямо участие конкретно за убийство и прочее не дает саргилман отчаянно борется свою честь но он все еще не чушь обучению ура великая мудрость наполняет сознание этого рыцаря он прокачался выберите талант юмана если саргилман и все его союзники удалены он моментально возвращается то есть он будет последним ну то есть он вернется обратно сдержать постарается единственная клятва которую морскому стражнику не суждено было сдержать это клятва однажды вернуться в морской доминион либо же карательная помощь когда саргилман удаляет соперника один из ваших удаленных союзников возвращается честно говоря ни то ни другое мне особо не нравится подводный король обещал со временем отомстить за более чем три тысячи своих падшей врать я возьму себе вот это конечно но гилмана я не скоро буду использовать что-то пока я не понимаю профита сложно его использовать у других это все яснее смотрится но пока что мне вот самый незаменимый для меня все-таки это тиза и джоди причем тиза даже не своим полетом как и не изначально показал что это имба а именно взрывом этим прикольным связка с этим омлетом назначение это очень круто как он гасит а джоди на защите если эти за промазал джоди сдержит атаку может сдержать если тиза не промазал она идет в атаку и кого-то к этому еще добавить типа гарпи например вот она тоже прикольно выглядит на самом деле она может идти в принципе в толпу врагов и расчищать мне кажется это было бы очень хорошо пачка мы встретимся вновь когда сойдутся звезды неплохо девочка моя я начинаю понимать почему твои спутники поручили за тебя только не зазнавайся он у нас она одобрил наконец-то но на какой-то не знаю мне его взгляд кого-то очень напоминает то ли морфеус из матриц то ли еще как-то я не знаю хотя он вызывает другое ощущение совершенно ну ладно я думаю что он конечно не говнюк но такое знаете немного противненький начала конечно но мудры при этом много знает и до после завершения обряда возвращайтесь в фургон чтобы решить куда двигаться дальше вы показали удовлетворительный результат смысле удовлетворительный пошел ты в жопу удовлетворительный да мы можем приступать к следующей части плана вступайте и пусть ваш честь чест поговорить со звездами узнаете куда они вас когда они зовут вас я вам намекну снова на север высоко-высоко но прям недовольно все-таки нет я беру свои слова назад он засранец все это 30 правильно услышал высоко и там будет холодно посмотрим пойдем друг мой пора взгнуть на небо я чувствую что гилман откажется участвовать во вряд ли я так понимаю да этот план который упомянул вольф вольфред я просто хотел сказать что я об этом ничего не знаю опаньки мы здесь для того чтобы получить свободу наши дни не закончится в изгнании это наш единственный план с моей точки зрения то есть они выполняют волю вольфреда надежды получить свободу а какие цели преследует он остается вопросом но всегда стоит ожидать подвох правда посмотрим что скажет вольфред интересно он не услышит ли нас что он как-то он такой следующий прямо я чувствую что да ему возможно не стоит доверять и возможно что ты такая как и гарпия говорила что ложится везде до или как так вот что-то не знаю не вызывает он доверие ребят не надо спойлерить меня что будет и как что в меня не складывал с какой-то предвзятое впечатление что такое еще чтобы оно было чисто исходя из того как вот как обычный игрок играет и смотрит без каких-то намеков правильно я думаю или нет потому что все это испортит много впечатления ребят на не надеюсь на понимание оставлю ладно оставлю тебя наедине со звездами чтобы не случилось мы с каждым днем все ближе цели благодаря тебе все таки по моему все вот эти вот предположения как у тебя меняется как у тебя складывается это вот это все очень бесценно еще тоже вы снова поднимаетесь поднимать взор к небесам найти направление высоко в небо до салям золотая звезда золотая звезда ярко сияет надо защищащий горные вершины нижней края оба мать что такое как это понимать там книга была нарисована непонятно какое-то место теперь убедитель убедились сами звезды призывают вас на север где высится гора аладея на самой вершине вас ждет водопад саляма священная гора на вершине которой зародились обряды никто не знает является ли ее вершиной самой близкой или самый удаленный от содружеств точкой водопад саляма если верить звездам здесь скоро начнется следующий обряд храм на самой высокой точке нижней края построен в честь восьмерых нижних крылых вы подтверждаете что звезды указали вам именно этот путь сэр вальфред откуда вы это узнали вальфред улыбается в ответ и вы чувствуете его мысли словно он посылает их вам я тоже могу читать девочка моя ну да я бы я так и подумал что он тоже посвященец раз он думал занять наш место он тоже может возглавляясь отряд так ввести его но он куда более следующие он если мы просто чтец то он чтец который знает историю при следа какие-то определенные цели не просто свободу слова и под запретами он поворачивается к хэдвину не знаю не нравится мне этот мрак который он наводит прямо жуткостью становится я думаю что многих толка такое же впечатление может производить и производил при первом прохождении когда кто играл сам собственно умение ваша чтеца доступны не всем но и ни одному но как я уже сказал пусть она сделает свою работу я вижу что у вас сложилось сложились особые отношения которые пойдут на пользу плану какому плану я думал что мы боремся за свою свободу о не волнуйся мальчик мой все именно так ты свобода у вас будет но мне кажется что-то не договорят как будто бы свободу получат все-таки не все у него как другая задача а свобода это просто как прилагается к этому возможно кого-то хочет отправить наверх чтобы я не знаю птицам до содружествия я я без понятия честно говоря но я чувствую что счета не внушает он мне доверие совершенно если будет выбор я наверное скажу пока пока вольфред я обо всем расскажу по дороге если он конечно не изменит мое отношение к себе а пока мне кажется тебе стоит отдохнуть да и мне пожалуй не повредит до встречи а то все-таки когда такая обоюдная сделка какая-то идет некая не место для секретов недоверие такое образуется вы чувствуете что ваши спутники держатся из последних сил впереди вас ждет нелегкий путь и вы соглашаетесь с тем что полноценный ночной отдых подпадет себя на пользу такси не думал о том что ведь капец там все задолбались наверно устали уже тушим свечки я думаю ребят на этом мы на сегодня с вами будем закругляться продуктивному себе продвинулись так два обряда совершили прокачали джоди познакомились гарпии гарпия вызывает не знают гарпия мне очень понравилось потому кощение вызывает прямо очень приятно не знаю вот прям трудно передать гилмана в бою потестили пока как-то я не проникся наверно против мелочи всякого может быть удобнее гораздо потому что ему проще будет достать но когда какой-нибудь такой большой ауры он просто не достает этими взрывами он может отсекать дорогу но если он отсекает дорогу и кто-то начнет вот его выманил его его вылавливать атакой то ему придется двигаться и тогда ему придется открыть дорогу обратно просто очень прикол поэтому как-то я не знаю но стиза это прямо прикольная тактика вышла тоже из гарпии тоже мне понравилось я доволен ребят я отлично провел время надеюсь что и вы тоже если так ребят для вас то собственно подписывал я буду очень рад оценить и ребят не забывайте мне будет очень приятно потому что по таким играм как-то который менее актуальна канале почему-то соотношениями на просмотров и оценок сильно меньше мне все-таки было бы тоже очень приятно видеть что те кому так интересная игра все таки не забывают про это стресс комментарии ребят только без спойлеров само собой мне будет почитать ваши мысли в общем-то касаемо того что нас здесь было вступать на сердце дискорде 9 тысячи пообщаться но я желаю всем приятного ребят настроения до настроения хорошего вечера всем удачи ребят до новых встреч всех плюс и всем пока пока удачи